Вжух, и гомеопатию объявили лженаукой. Но почему? Интернетик пестрит комментариями тех, кого этот метод альтернативной медицины буквально вытащил с того света. Неужели все эти люди врут? Прежде чем обвинять кого-то, хорошо бы, конечно, понимать, о чем идет речь. Что вообще из себя представляет гомеопатия, и почему на нее вдруг все ополчились? Начнем с истории. Гомеопатия появилась в конце 18 века благодаря немецкому врачу Самуэлю Ганниману. Еще Парацельс говорил, что подобное лечит подобное, и Ганниман взял эту идею на вооружение. В книжке у своего шотландского коллеги он вычитал прохинную кору, которой тот лечил лихорадку. И, будучи здоровым, Ганниман попробовал эту кору. Как ни странно, у него началась та самая лихорадка. Теперь следите за руками. Ганниман решил, что все заболевания нужно лечить средствами, которые у здорового человека вызывают схожие симптомы. Для этого докторам-гомеопатам, конечно же, было необходимо на себе испробовать различные химические соединения, существующие в природе. Но если бы отважный врач принимал яды в высокой концентрации, все закончилось бы на первом же эксперименте. Отсюда возник второй принцип гомеопатии – разбавляй водичкой. Ганниман утверждал, что действие гомеопатического вещества усиливается с увеличением количества жидкости, в которой его растворяют. Якобы таким образом вещество воздействует на более обширную нервную поверхность. Ну, упустим, что это бред? Давайте лучше прикинем, насколько сильно гомеопаты разбавляют свои лекарства. Чтобы не вдаваться в лишние подробности и длинные расчеты молекул, представим себе стакан свежевыжатого сока. Возьмем сотую часть этого стакана и разбавим ее водой. От получившейся жидкости снова возьмем сотую часть и снова разбавим ее водой. А потом еще, и еще, и еще. Согласно некоторым гомеопатическим препаратам, на одну часть активного вещества приходится 10 в 400 степени частей воды, что в реальности превосходило бы количество элементарных частиц во всей Вселенной. На деле же эта пропорция в среднем одна к тысячной. Остается только один вопрос. Почему люди пытаются вылечиться с ее помощью? Точнее, почему в 21 веке человечество до сих пор не отказалось от нее? Дело в том, что в 18 веке гомеопатия вызывала восторг именно за счет своей безвредности. Так как традиционная медицина практиковала кровопускание, активно пользовалась ртутью и мышьяком, и от нее люди умирали быстрее, чем от любой болезни. Но сегодня все совсем иначе. Медицина, как наука, шагнула далеко вперед. В то время, как гомеопатия осталась верна своим принципам. Она не калечит, но и не лечит. Правда, эффект плацебо никто не отменял. Мощная эта штука – самовнушение. Так что если вам помогают гомеопатические препараты, лечитесь на здоровье. Правда, не стоит приводить это в качестве веского аргумента. Добро пожаловать в нашу группу Вконтакте. Там можно предложить любую тему для нового выпуска Научпока.